Я думаю, что мы поговорим сегодня о каком-то событии весьма актуальном. Это конфликт личностного сознания и массового сознания. Массовое сознание представляет сейчас, так сказать, в какой-то степени Украина, а вот противостоит ему личностное сознание, мне кажется, Маск. Это вот событие, которое, мне кажется, заслуживает внимания. Какие типы бывают личностного сознания? Ну, я считаю, что вот инструментованное, обладающее определенной властью, личностное создание – это достаточно новый тип сознания личностного – это Маск. Он действительно обладает инструментом для проявления своей воли. Есть личностное сознание, которое слышимо. Это я бы отнес вас к человеку, обладающего личностным созданием слышимым. Ну, и я разновидность последняя такая, самая незаметная, самая тихая – это не мое личностное создание. Вот мы как бы представляем волей-неволей все три, а личностное создание хорошо сказал Хлебников. Мы ведь свободные люди, в свободной стране, сами законы творим и лепим глину поступков. Вот мы законы творим и лепим глину поступков, не обращая на бурную жизнь массового сознания. Мы иногда с ними совпадаем. Иногда мы с ними не совпадаем. Но мы остаемся сами по себе, а не сами по себе. Мне кажется, что достаточно интересный вот эпизод, случившийся сейчас, заключающийся в том, что массовое сознание Украины, за что-то обидевшись на маска, проявило себя достаточно бурно. И каждый, так сказать, вылил свою кружку, помоев в водохранилище маска. И обычно на этом заканчивается сюжет. Человек, с которым спорит массовое сознание, тонет, захлебывается и исчезает. Но тут вот новый случай для, так сказать, нового времени, когда Маск как-то среагировал, не смирясь, а попытался проявить себя ответно. Он, так сказать, вы знаете, что начались перебои работы Старлинга в Украине. Вы знаете, что он направил письмо в Пентагон, платите деньги, я больше не буду, 80-100 миллионов, этого достаточно. Вам придется платить 400. Мне было подешевле это делать. То есть массовое сознание, в общем, мне кажется, сейчас выстрелило не в ногу армии, а в ее легкие. Илон Маск ставит уникальный эксперимент на тему, как будет выглядеть власть в наступающей эпоху, эпоху, которую я лично называю эпохой возвращения, идущей на смену большому просвещению. И главный содержательный момент, элемент этой эпохи – это преодоление противоречия между научным и религиозным познанием мира. Мы можем об этом поговорить отдельно, если у нас будет время и желание. Но Илон Маск, поскольку все родовые психологические травмы человека так или иначе сказываются на принимаемых им решениях и приоритетах в процессе принятия решений, и для Илона Маска важно, что будучи американцем, он не может быть президентом США, поскольку он рожден в ЮАР. Уже это одно подталкивало его к идее, а может ли быть властью не будущей, то есть может ли быть власть больше, чем у президента США, и она, конечно, может быть, он это доказывает. Сам твиттер Илона Маска, небольшие там записи, микроблоги – все это может влиять на глобальную ситуацию ничуть не меньше, чем какие-то официальные заявления Белого дома. И этот эксперимент продолжается, в том числе и с Украиной. Вот мне неожиданно выясняется, что Илон Маск, не будучи политиком, официальным должностным лицом, может очень серьезно влиять на политико-военную ситуацию вокруг Украины. И все, что делает Илон Маск, это попытка вообще показать как раз неограниченность возможностей определенных. Америка всегда поставляла таких людей, поскольку она страна неограниченных возможностей, и во многом строится на людях, которые имеют представление о неограниченности человеческих возможностей. Вот, например, Квентин Тарантино, на мой взгляд, один из самых культовых кинорежиссеров последних десятилетий, показывает нам безграниченность возможностей кинематографа. И он не случайно решил снять только 10 фильмов, и, кажется, 9-й предпоследний фильм был однажды в Голливуде, Once Upon a Time in Hollywood, где показывается предел возможности кино, что вот все, возможности кинематографа исчерпаны, и поэтому нечего больше и снимать. Этим же путем идет Илон Маск, он тестирует, а где предел его собственным возможностям, вариантам и версиям его власти. Вот, так сказать, можно ли, так сказать, здесь и Neuralink с возможностью, так сказать, подавать команды из человеческого мозга, минуя тело, да, то самое тело без органов, о котором говорили постмодернистские философы. Здесь и Старлинг, который должен исключить традиционные классические иерархические государства из всех вопросов, связанных с интернетом и доступом человека к сети. И вот уже, пожалуйста, так сказать, да, Маск показывает, что он может дать Украине интернет, может забрать интернет, бог дал, бог взял. Это и постоянная профить Маска на тему перемещения на Марс, хотя ясно, что с точки зрения представлений физики и биологии об этом предмете человечество не может переместиться на Марс. А с точки зрения христианских представлений, которым я следую, конечно, никакого переселения на Марс быть не может, поскольку Господь Бог определил Землю эксклюзивным местом пребывания человечества. И эпоха возвращения, которая начинается, она вообще должна дать человеку качественно новое понимание смирения и, как это не смешно, диалектически снять противоречия между представлениями о неограниченных возможностях человека и смирением. Потому что эти возможности действительно неограничены, но только в рамках божественного установления для человечества. И в этом смысле весь Господень мир – это большая метафора. Вот изучая на любительском, конечно, уровне так называемые точные науки, хотя сам по себе термин точной науки очень не точен, в частности физику, читая всякую физику для чайников на протяжении большей части своей жизни, я понял, что мы с одной стороны планета Земля, какая-то ничтожнейшая песчиночка во Вселенной. И когда ты задумываешься, как ты мал, ты понимаешь, что нет, нет, тут как бы нет ничего эксклюзивного, это не может порождать в себе ничего, кроме глубочайшего смирения перед масштабами окружающего тебя. Но с другой стороны, ведь вся Вселенная устроена так, что ее можно понимать только с эксклюзивной точки наблюдения, с этой несчастной планетой Земля. То есть, чтобы быть эксклюзивным, надо быть маленьким, нужно избавиться от гордыни. Маск еще от нее не избавился, это ему еще предстоит. Но так или иначе, все, что он и возможно, он еще будет наказан за свои избыточные амбиции, но те тренды, которые он лицетворяет, конечно, никуда не денутся. Это именно демонстрация того, как устаревает и хереет старое иерархическое государство просвеченческого образца, и как на смену ему приходят качественно новые структуры власти. Вот в этом смысле эксперимент Маска столь же уникален, сколь и важен с точки зрения нашего осмысления. Ну, вы знаете что, я здесь, как бы, так сказать, к сожалению, я не только с тем, что вы сказали, но и с тем, что я слышал, не всегда совпадаю. Вот что касается Бога и Его воли, и Его всемогущества, дело в том, что сначала вот родилось ощущение Бога во мне, родилось раньше, чем я был зачат. А уже потом, после зачатия и рождения, я как-то даже и не смотрел назад, это существовало как часть моего тела, как рука, как нога, глаза, душа, эцетра. Вот, но я на каком-то своем, так сказать, существует в принципе два, две какой-то формы мировоззрения. Ваша, которая, по-моему, очень четко и убедительно и подробно проявилась в притче о святой Варваре, так называемой Санта-Барбаре. Вы помните, когда Диас Кур, ее отец, по повелению Кесаря, за то, что она приняла христианство, решил отрубить ей голову, он сказал, что вот я выполняю волю Кесаря. А святая Варвара, Санта-Барбара, сказала очень тихо, да будет воля Отца и Сына и Господа Святого Духа. Это ваша форма мировоззрения. Вы согласны, да? Да, вы будете. Я на основании своего опыта, и помните, что ощущение Бога родилось раньше, чем я, я пришел к выводу, что мысль Декарта – Бог не подозревает о существовании дьявола, а дьявол не подозревает о существовании Бога. Мне кажется, убедительной. И поэтому мне кажется, что воля Бога проявляется только в добре, только в добрых событиях, только в добрых началах. А вот уже злая воля, она целиком и полностью находится во власти человека. Так что вот видите, мы здесь с вами не совпадаем. И еще мне ближе, конечно, Хань Юй – это рубеж 8-9 века, потрясающий китайский философ, который говорит, что есть вещи, которые видимы, но неслышимы. Это, например, горы и камни. Есть вещи, которые слышимы, но невидимы, например, гром и ветер. Есть вещи, которые видимы и слышимы – это люди. Но, следовательно, есть вещи, которые невидимы и неслышимы. Это боги и духи. Боги и духи невидимы и неслышимы, пока люди соблюдают законы природы. Но они становятся видимы и неслышимы, но они становятся видимы и слышимы, и революции. И это продолжается до тех пор, пока люди не восстанавливаются в гармонии природы и законы неба. Вот мы сейчас с вами вступили в период, когда нарушены законы неба и гармония природы. И через то, что происходит сейчас, проявляются боги и духи. Они существуют, они в известной степени участвуют в нашей религии. В этом смысле как раз людей типа Илона Маска можно отнести к богам и духам в понимании Хань Юйя. Но, естественно, не в монотеистическом понимании бога. Моё представление о Теодицеи достаточно классическое. Я, безусловно, согласен с тем, что зло не субъектно. Субъектно только добро, а зло – это отсутствие добра. Это дырка от бублика та самая, которая только же от бублика существует, хотя потрогать её нельзя. И, собственно, зло – это уклонение от добра, на которое человек способен в рамках предоставленной ему Господом свободы. И, кроме того, я чем дальше, тем больше сторонник теории предопределения. Даже оглядываясь назад на свою собственную утлую жизнь, но тем более анализируя всё величие всемирной истории, всю ничтожественность, которую мы понимаем, опять же, заглядываясь на Вселенную, где наша Земля, так сказать, совершенно не видна на просвет, я вижу, что все события, которые происходили, были предопределены их предыдущим ходом. Просто это нельзя понять и познать заранее. Это можно почувствовать только ретроспективно. Но, естественно, всякие паранормальные способности человека, которые у разных людей иногда проявляются, типа ясновидение и так далее, они просто действуют о том, что в какой-то момент это предопределение может проникнуть в человеческое сознание. Оно может там пребывать на постоянной основе или временной. Лучше бы его не было вообще, потому что известно, что самые несчастные люди – это ясновидящие, поскольку они полностью лишены надежды. Это можно себе представить. Вот я внимательно изучал биографию Вольфа Мессинга, если бы мне довелось ее художественно интерпретировать, я бы обратил внимание прежде всего на это. Поэтому всякая ситуация в мире так или иначе гармонична. Сейчас мы просто присутствуем в момент смены эпох. Просвещение уходит, вот наступает эта эпоха возвращения, а всегда смена эпоха сопровождается нашествием четырех всадников – войны, чумы, голода и смерти. И мы сейчас живем в эти времена. Война фактически. Глобальная война между двумя эпохами началась в 2014 году, когда Путин аннексировал Крым. Я считаю, что само по себе это маленькое историческое событие, но полностью отражало вот эту попытку сил прошлого костлявой рукой задушить будущее и не допустить его прихода. Это все равно провалится. Вопрос, как долго это будет, с какими издержками по времени и крови это произойдет. Чума – это был, так сказать, наш пародийный COVID-19, о котором мы стали уже забывать и теперь понимать, что, собственно, мы боялись не COVID-19 как такового, мы боялись перемен. Человечество, вот как человек, любит сказаться больным, когда он не знает, что делать и не знает, куда ему идти. Как есть такие вульгарные, но смешные поговорки, императивные, типа, там, не знаешь, что делать, иди спать. Вот, так сказать, человечество сказалось больным, скорее, чем действительно заболело. Потом вот этот наступающий голод, который, ну, для, может быть, стран Африки он голод по-настоящему, но для богатой, зажравшейся чаще человечества, это, скорее, метафора. Смена философии потребления, что позднепросвещенческая философия потребления, особенно появившаяся в последние десятилетия после Второй мировой войны, это необходимое важнее, лишнее, избыточное важнее необходимого. Ты не занимаешься тем, что не нужно действительно, но ты обязательно должен купить автомобиль Роллс-Ройс, на котором тебе некуда ездить. Но ты его купишь все равно, пожертвовав огромным количеством предметов, без которых твоя жизнь не должна обходиться. Ну, и смерть – это сокращение населения, которое будет сейчас происходить просто в силу появления этих трех всадников. Оно происходит везде. И мы из этой точки дисгармонии все равно выйдем в новую точку гармонии. Вот Ион Маск, его способ мышления – это одна из сторон этой гармонии. Показывая, что он в состоянии влиять на войну России и Украины, не будучи ни государственным деятелем, ни официальным политиком, он демонстрирует, собственно, насколько сетевые структуры будущего… Да, он вооруженный очень опасен. Да, но он уже находится в рамках сетевых структур будущего. Он опасен уже потому, что он в будущем находится. А его оппоненты или объекты его манипуляции – они в прошлом. Это хороший конфликт между… Да, они живут в разных временах, конечно. Да, то есть государство Украины, при всем уважении к подвигу украинского народа, оно же старое иерархическое государство. Уже происходит столкновение разных периодов истории. Да, да. Потому что, поскольку в Боге времени нет, и отсюда, собственно, и предопределение, Бог уже знает, что будет. Это просто человек не должен быть Богом. Любая история типа Франкенштейн – это история о том, что человек не должен знавиться Богу, не должен претендовать на роль Бога-творца, и ничего хорошего из этого не выйдет. Человек не может быть Богом, поэтому он не может знать точно будущего. Но Бог-то его знает. Поэтому он может допустить, попустить, выражаясь более изысканно, что одновременно с человеческой точки зрения действуют люди прошлого и люди будущего, живущие несколько в разных временах. И люди будущего всегда имеют преимущество перед людьми прошлого, что мы видим на трагическом примере нашей родины, бедной Российской Федерации, которая, конечно, не переживет этой смены эпох. И в этом смысле то, что мы с вами географически находимся за ее пределами, хотя ментально-культурно в пределах русской цивилизации, уже не нуждающейся в этой огромной территории, во льдах, это весьма характерно и симптоматично. Это предмет обсуждения. Я, прежде чем, так сказать, вам отвечу на вашу новую географию, личную и внешнюю, мне хотелось бы узнать в связи с этими, с вашими всадниками, вашими, у меня их нет, Как вы относитесь к тезису Гегеля о том, что война – это, в общем, благо, потому что она своего рода играет роль ветра, который срывает ряску с воды пруда, и если бы не было этого ветра и не было сорванной рязки, то он просто бы зацвел и погиб, что война – она не только лекарство, она не только способ развития цивилизации, она правильная форма самообновления мира. Да, я в целом с этим согласен, с важной оговоркой, что война не субъектна, поэтому в войне нет ни блага, ничего такого. Война – это орудие божье. Когда противоречие между прошлым и будущим непреодолимым мирным путем, обязательно случается война. Вот и все. И в этом смысле это неизбежно, и уже поэтому это благо. Потому что все, что соответствует предопределению, есть в той или иной степени благо. Теперь, что касается географии. Да, мы действительно с вами находимся. Я нахожусь, в отличие от вас, вы воспринимаете свое пребывание как какую-то другую географию. У меня случилось так. Просто интересный личный опыт вот этого личностного немого сознания. Это мой опыт. Я родился в маленьком провинциальном городке. Честно говоря, как-то не заметил советской власти, потому что я родился в доме священника Арсения Троицкого. Он был родственником Троицкого, который был другом Флоренского. Была рядом церковь в пяти километрах воскресения Славущего. И до примерно 7-8 лет мы ходили регулярно на службы. Я где-то в 7 лет знал церковно-славянский текст Евангелия, поскольку я учился по азбуке Бурцева. Букварь пришел только уже во времена школы, а церковно-славянский язык – это мой язык, который я читал, знал, понимал и который мне был близок. Поэтому очень много в моих текстах вот этих вот интонаций таких. Хотя они, так сказать, и искусственные в достаточной степени, потому что текст не собственный. И проживя там вот мимо, так сказать, мимо внешнего контекста, в контексте вот моей маленькой голухомани, рядом с учителем танцев Николая II, рядом с Карасовским, который был тоже священник. Он погиб в одном из тюрем нашей Ивановской области. Рядом этот Карасовский после Распутина был при дворе, и на чердаке лежал императрица, стоял прислоненный, такой запыленный портрет императрицы, подписанный, так сказать, и подаренный Красовскому, который вот где-то погиб. Вот, опять же, вот имена Троицкого и Тлоренского. То есть, это был какой-то такой маленький мышиный мирок, в котором я существовал, и почти меня не касалось вот этого внешнего мишура, потому что это был очень такой глубокий, из него не вынырнешь. Вот, понимаете, на поверхность, вот там приходилось где-то быть, а для того, чтобы подняться, нужно было очень много сил. У меня их не было. Потом вот Московский университет, Гудзима, и Либаном, и Кокаревым, и так далее. Тоже все как-то близко. Я занимался древнерусской литературой, дохристианским потомом слова полку Игоря. Тоже где-то вот там, да. Потом Худлит, в котором Липкин, в котором Самойлов, в котором, так сказать, Тарковский и так далее. Тоже куча как бы людей, имеющих отношение к этой культуре и Северному веку. Потом журнал «Юность» тоже с каким-то группом своих знакомых. И несколько человек, с которым я попытался вступить в диалог. Это Евгений Витковский, это Юрий Ханан из Ленинграда, великий композитор, ныне живущий с вами. У нас, мне кажется, один раз даже получился вот этот диалог, которым не нужно было говорить. И это для меня какая-то такая очень непроходящая радость. Но, в принципе, я пришел к выводу на каком-то этапе, что я никак бы не существую ни в позиционной, ни властной, так сказать, системе. Где-то я существую все-таки сам по себе. Да, я с теми системами могу пересекаться, но я существую сам по себе. И поэтому мое государство – это только я. Все остальные, так сказать, государства дружественные расположены по моим границам. Поэтому это государство, находится ли оно в Нью-Йорке, находится ли оно на Крите, находится ли оно в Плёсе, это городок, там, в пяти километрах, ну, практически это место, где я родился. Находится ли он в Рио-де-Жанейро, ну, так сказать, который в детстве, читая «Ильфа», в 1519 раз я хотел тоже попасть. А вот поэтому я не изменил географию. Моя география – это только моя жизнь, это только мое сознание, это только мое пространство со всеми лунами, солнцами, землями, которые где-то далеко вращаются между Марсом и бессмертием. Вот. Поэтому, как бы вот когда вы заговорили о том, что мы изменили географию, я ее не изменил. Я остался в единственной моей географии личной. А куда ее перенесли, так сказать, обстоятельства, события, и так далее, и время. Это для меня, в общем, не имеет никакого значения. Я попытался вступить, так сказать, когда мало получались мои диалоги с людьми, ну, в какую-то форму вот словесную, стихотворную или прозаическую, для того, чтобы как бы быть услышанным, почему немая, да? В моем романе «Спящие во время жатвы» есть одна сюжетная линия, она называется «Бурный финал вело-текущей национальной войны», где описывается Москва неопределенного времени, в которой существуют уже выработаны машины измерения состава крови. Столько-то процентов украинской, столько-то русской, столько-то немецкой, и так далее. И в зависимости от того, какую выдает вот это процентное содержание, люди живут по разным улицам Москвы. На Киевском шоссе, на Московском шоссе, между ними постоянная война. Они живут на Бакинской улице, они живут в Армянском переволоке. Люди, живущие по своим вот этим вот, так сказать, квартирам, все вооружены. Они имеют право стрелять. Мы вот видим, как стреляет сейчас массовое сознание. Оно тоже вооружено. Я имею в виду маска. Ну, имею и другие вещи. У вас тоже, и себя тоже. Вот. И если человек выходит на общую улицу, то все живущие вокруг на Московском шоссе, на Киевском шоссе имеют право его убить. И все живут по своим домам. Вот. Вы, наверное, читали так сказать, метро Глуховского. Глуховского, да? Вот там сюжет Подмосковья, это давно-давно описанный мой сюжет, потому что все люди не могут ходить по улицам, их отстреливают. А вот метро в Подмосковье это довольно большая сюжетная линия. Они все-таки ходят друг к другу, боясь быть, боясь не ходят по улицам, быть застреленными. Понимаете, вот рассказав о сражениях на Бакинской улице Армянском переулке, рассказав о войне между Киевским шоссе и Московским шоссе и написав массу стихотворений, как бы, так сказать, уже два-три десятилетия назад, которые вот вы читаете, и как они, в общем, близки к сегодняшнему времени, чем тогда, когда я их пескал. Тогда они казались, я убедился, что я неслышан. Поначалу где-то это было, в общем, даже болезненно все эти попытки. А потом я подумал, а чем это плохо? Быть неслышанным? Это же такая свобода. И я вот теперь свободно живу и со своей географией, со своим государством, со своей историей, со своей мифологией, и, в общем, я чувствую себя совершенно замечательно, не знаю, как вы чувствуете себя слышимой человеком. Я слышим, хотя кажется, что меня много в публичном пространстве, и есть спрос на то, что я говорю, но спрос на то, что я говорю, не означает понимание того, что я говорю. Поэтому я тоже во многом неслышим. Никто не уделяет большую часть моей аудитории. Но когда я вас увидел, а вы не говорили, не слышим, я ахнул. Вот я скажу, что это очень... Вы видели, мои близкие видели, какое это было потрясение встретить вас, потому что вот тот неслышимый запас мыслей, ощущений и представлений о мире для меня было ошеломительным. Огромное спасибо. Я хочу сказать, что все равно в какой-то момент жизни ты приходишь к пониманию, что есть кто-то, кто видит и слышит тебя круглосуточно, это Господь Бог, и его вполне достаточно. Тогда ты начинаешь жить в мире, где нет ни мести, ни потребности в благодарности. Ни потребности в мести, ни потребности в благодарности, потому что, с одной стороны, мне отмещение я воздам, а, как известно, с другой стороны, Господь, видящий тайны, воздаст тебе явно. Поэтому не думай о том, как наше слово отзовется. А раз не надо думать о том, как слово отзовется, то можно позволить себе действительно высшую свободу быть неслышимым, оставаться в диалоге с тем, кто видит все и слышит все равно и наделенным бесконечным количеством органов чувств по прослогеону Святого Ансельма Кентерберийского. Я же говорил, это не говорили, но это абсолютно, я мог бы сказать, я просто с той же интонацией, с той же запятой. И по поводу географии между нами нет существенного противоречия, я имею в виду, что все равно в нас с вами сохраняется некая константа, это цивилизационная принадлежность. В то же время у каждого из нас свое жизненное задание, это величина постоянная для каждого человека. Цивилизационная принадлежность для некоторой общности людей, поскольку в моем представлении мир состоит и не разделен, этот глагол в данном случае не в полном месте, она состоит из нескольких цивилизаций, количество их, мы не знаем, на мой взгляд, 12, но их может быть совсем другое число, которые подчеркивают, что путь к Богу всего человечества не может быть единым. Именно поэтому невозможен никакой глобальный проект, как не может быть построена Вавилонская башня. Именно поэтому существуют глобальные религии, которые в тех или иных формах прошли через тысячелетия и определяют каждый из этих религий, или нет, не глобальные религии, я неправильно сказал, это мировые религии, каждый из которых есть несущая конструкция остов, стержень, хребет цивилизации, как смысловой, так и сущностный. И в этом смысле человек не может выйти за свои цивилизационные пределы. Перемещаясь в этом мире, вот мне нравится слово... А во сне. И во сне тоже. Понимаете, здесь большой разницы между опытом наяву и во сне нет, на самом деле. Само представление метавселенной, вот сейчас это стало очень популярным термином и реализуется тоже людьми уровней типа Илона Маска уже как бизнес-проект, где будут триллионы долларов в ближайшие десятилетия. Ведь ничего нового в метавселенной нет. Когда мы сидим и мечтаем, мы находимся в метавселенной. Человек вообще живет в метавселенной, поскольку вся жизнь человек, это совокупность как наличного опыта, так и какого условного опыта. На этом, собственно, построен феномен черного лебедя, впервые описанный Джоном Стюартом Миллем, хотя я уверен, что какой бы феномен, какую бы идею мы ни взяли, она всегда, так сказать, многократно была описана на протяжении зафиксированной истории человечества в разных формах и вариантах. Потому что, что такое черный лебедь? Вот это неожиданное событие, которого никогда не было. Это то, о чем мы имеем представление, но еще никогда не видели. В этом смысле, мне кажется, очень правильным анекдот про блондинку и динозавра, как блондинку спрашивают, с какой вероятностью можно встретить динозавра на улицах Москвы. 50% отвечает блондинка. Почему 50%? Ну, или встречу, или не встречу. Действительно, а почему? Если у нас есть представление о динозавре или пегасе, например, то это значит, что мы когда-нибудь в теоретическом состоянии его увидим. Потому что, если бы пегас не существовал, то мы бы и не рассуждали о нем. Его бы не было в нашем сознании. Это, собственно, является ли существование предикатом? Да, конечно. Существование является предикатом некого высшего порядка. Но оно действительно не является никаким отдельным свойством субъекта. Потому что, если в нашем сознании субъект существует, он есть, значит, он существует на самом деле. То есть, в нашем сознании и на самом деле это в данном случае одно и то же. Это есть тот самый... Раньше философы называли это разбухшим универсумом. Это некая вселенная, в которой есть и то, что мы можем подрогать руками, и то, о чем мы можем только воображать. Вот теперь это становится метавселенной, и со своей цивилизационной принадлежностью мы можем переместиться в эту метавселенную. И действительно снять вопрос о том, где мы находимся с точки зрения физической географии. Вот это вполне практический проект, вы будете смеяться, которым я сейчас хочу заниматься и уже начинаю заниматься. Сделать метавселенную для русской цивилизации, где собрались бы именно люди по критерию русской цивилизационной принадлежности, живущие в самых разных странах мира, и установили бы свою власть, свободную от самого страшного русского проклятия, проклятия этой территории, евразийского Хартленда, этих страшных льдов, 88%, которых непригодны для жизни. Кроме того, вы знаете, что я фанат вашей поэзии, это случилось задолго, додолго мы с вами познакомились, и у меня был редкий шанс, которым я, к сожалению, не воспользовался, потому что проиграл конкуренцию заведомо более сильному сопернику Льву Рубинштейну написать в вашей книге недавней, ну тут я как раз уже готовился писать для новой газеты, и тут неожиданно мне сказали, что писать будет Рубинштейн, и я сразу сдался ввиду, уступив более сильному игроку на этом поле. Но может быть, я все-таки это в скорости напишу, то, что я собирался написать. Да, ну вот, да, да, да. Нет, нет, гримера, и заодно речь... И заодно о поэзии, и я хотел назвать этот текст, и может быть, назову его еще, потому что по нерадению своему я его так не написал, а написать его стоит, и следует. Это воспоминания Ивана Богослова, потому что вся ваша поэзия, как я ее себе представляю, нужен же какой-то сюжетный зачин, что вот это стихи, которые написал бы Иван Богослов после того, как закончил свое откровение и отправил его в издательство. И в ожидании публикации откровения он это пишет, находясь на Патмосе, а Патмос тоже понятие очень условное, он может быть везде. Я настолько вами заслужился, что потерял совершенно свою мысль. Сейчас она идет? Не знаю, не знаю, это у меня как-то, знаете, пролетает вот где-то самое какое-то свое такое еще детское время до 80 лет, я имел, сейчас у меня как бы это уже, к сожалению, почти прошло, очень счастливое время. А, да, уже сейчас, кажется, начинаю вспоминать мысли. Значит, очень счастливое время между тем, как я еще не проснулся, но уже не сплю. Вот в это время, так сказать, приходило огромное количество каких-то мыслей и ощущений, которым нет практики в реальной жизни. сознание. Вот это вот сумеречное промежуточное состояние сознания, оно где-то на каком-то этапе мне было подарено, вот, а сейчас все-таки вы говорите о том, что мы ограничены цивилизационными барьерами, рамками, опытом, воображением, а мне кажется, что вот я живу, жил чаще в пространстве, поскольку во мне есть все, что было, что есть и что будет, то, что я не знаю, как называю, да, как я не знаю, как называется, что будет, как оно выглядит, у меня нет предчувствий, у меня нет воображения, но я знаю, что оно будет, и вот это вот оно будет мне было очень интересно, и у меня были с ним отношения вне словаря, и вот эти отношения вне словаря, они настолько, как, скажем, как о какой-то будущей музыке, вот, ну, музыку как-то еще можем понять, ее, дешифровать, ее ощущать, а вот музыку, которая еще неизвестна, как она будет выглядеть, вот это пространство, где нет людей, мыслей, мифов, реальности, оно меня очень занимало давно, поскольку с этими вот простыми вещами все ясно, и мало интересно, и ничего нового. то есть тем самым это жизнь на фронтире, правильно? Это жизнь между, и давайте поймем, а как должен правильно называться человек, живущий на фронтире? На самом деле это должен называться маргинал, правильно? Марджин, да? Нет, это важно, потому что именно, да, потому что именно если человек, вот я маргинал абсолютно классический, что тоже есть отдельное ощущение свободы, потому что если ты маргинал, то ты не обязан быть в мейнстриме, тем самым ты независим от мейнстрима, потому что мейнстрим это феномен массового сознания, а личностное начало, если оно противостоит массовому сознанию, всегда маргинально. Да, личностное сознание, оно всегда маргинально. Ну, здесь я не знаю, мне с вами просто только соглашаться, я сейчас затронул какую-то область, которая, мне кажется, могла бы быть неинтересна, потому что она не названа, она не предугадана, она не существует даже в виде какого-то совершенно сумречного мерцания, но она существует. И мне вот интересно пересечение вот этой границы, которую вы говорите, мы не пересекаем, цивилизационной, и того, что, видимо, Бог случился раньше, чем я родился, вот это пространство мне не чуждо, и оно существует, и оно в какой-то степени Бог как бы тоже имеет, как вы считаете, что не имеет границ, а я считаю, имеет границами, но за границей Бога ещё существуют некие пространства, которые, а, мне интересно, б, я прожил очень большую часть, и в котором вот это настоящее длиной там семь цивилизационных тысячелетий человечества, в которых я и живу, и в которых, простите, нынешняя история занимается весьма несущественное место, как и тысячелетняя история, вот той земле, на которой я родился, той территории, той географии, на которой я родился, тоже занимает не очень значимое и существенное место, вот, но вот тот опыт, я думаю, что мы о нём как бы поговорим, опыт, так сказать, того неназванного пространства, который существует для меня а, болезненно, б, ощутимо, и в необходимое. Да, и здесь, именно в этом пространстве ты всё более понимаешь, что факты и подробности противоречат смыслу, не ведут к нему, потому что вся человеческая история, ведь это какая-то грандиозная мистификация. Даже на опыте своей, так сказать, не очень короткой, хотя ещё не очень длинной жизни, я знаю, что я был причастен к некоторым событиям исторического значения, не на первых олях, конечно, на вторых и третьих, потому что я вообще актёр второго плана по своему предназначению и поэтому не должен претендовать на главные роли. Это понимание ко мне пришло не сразу, но своевременно, потому что если бы я чуть-чуть опоздал с этим пониманием, я мог бы сильно наломать дров и под этими дровами погибнуть, и не только я, но и многие люди, собственно, связанные и сопряжённые со мной. И даже я вижу, что то, что я понимаю для себя, что было на самом деле, излагается в учебниках истории уже совершенно не так, при этом я могу подозревать и себя в том, что я неправильно это понимаю. Вообще, собственно, главное шаг человека к ментальному освобождению это понимание, что ты не можешь быть объективным, потому что объективность это предикат госпозвольства Господа Бога, но не человек. Всякий человек субъективен, поэтому призыв давайте посмотрим на что-то объективно, значит призыв давайте станем Богом, что невозможно. Поэтому их не нужно стремиться к объективности. Тот же Мас Коми, в общем, как бы, так сказать, старается двигаться на этот направл. Потому что Мас для себя ещё не примирил противоречие между неограниченными возможностями человека и смирением. Когда-нибудь он или придёт в эту точку, или погибнет раньше, потому что сила, которой он бросил вызов, весьма могущественная. Некая метафизическая энергетика, которая невидима и неслышима, но существует и управляет нами, нет? Не важно, я отсюда. Вот эта вот энергетика, он бросил вызов этой энергетике. Она даже, если угодно, ненациональная. Нет, нет. Нет, это всё метафизические процессы. Или он придёт в точку смирения и тогда победит, или он придёт в точку абсолютной гордыни и проиграет. Я думаю, что в ближайшие, если не годы, то десятилетия, не больше, мы это узнаем. И поэтому нам не нужно заботиться об этом, ибо как в завтрашний день сам позаботиться о себе. Не нужно переживать из-за того, на что ты не можешь влиять. Тем более понятно, что человечество всё равно придёт вот в эту новую эпоху, а с маском или без, это техническая подробность, тот самый факт, который не имеет значения и который противоположен смыслу. Потому что понимание смысла не сходит на тебя поверх всяких фактов и подробностей. И в этом смысле история – это просто красивые декорации, на которые можно смотреть с разных сторон. Или море, которое кому-то кажется синим, а кому-то зелёным, а на синий и зелёный одновременно. Это неважно. В конце концов, у каждого своя оптика. Поэтому это и история, и география – это просто некий набор виньеток, набор символов, который облегчает человеку его борьбу с жизнью. Ибо, как мне представляется, человек не борется со смертью и не боится её. Набор музыкальных фраз. Да. Человек боится жизни с её огромным количеством рисков, угроз, постоянными терзаниями, страданиями, унижениями, унижениями, прежде всего, от достигающего у тебя понимания, как ты мал. И, так сказать, когда ты понимаешь, что это хорошо, что ты мал, тогда у тебя, так сказать, эти унижения проходят. И больше нет. И поэтому для борьбы с жизнью существуют и истории, и географии, и, конечно, важнейшее средство борьбы с жизнью, защитой человека от жизни – это искусство. Нет, но что касается страданий, что-то я, честно говоря, в своей географии внутри и на дне вот этого немало личного сознания каких-то у меня со страданиями перебоя. Не подвезли? Не просто, да, ну, да, бывает, конечно, там онкология, там семичасовая операция, но я всегда считал, например, я проснулся, у меня операция должна была начаться в 6.05, я проснулся в 6.05, до сих пор просыпаю в 6.05, вот, нормально отоспав 8 часов, не выпив никаких снотворных, потому что я считал, что операция и буду я жив или не жив, это совершенно не мое дело, это дело о враче и, конечно, Бога, поэтому я буду об этом думать и заботиться, и у меня даже никаких страданий не было, ни, так сказать, ни после этой огромной, тяжелой, тяжелейшей операции, после которой я достаточно долго не мог дойти от калитки своей до калитки пастернака, до которой там 20 метров, я проходил половину пути и потом полз обратно, но это не было страданием, это, да, вот это были обстоятельства, поэтому со страданиями, вот буддийской жизни есть страдания, так сказать, первая, как бы, позиция, они мне и чужды, и, честно говоря, боль, да, страдания, страдания, это все-таки нечто более, так сказать, серьезная философская категория, вот, так что я вам завидую, может быть, это интересно, жить, ощущая страдания. Это предмет и вопрос жизненного задания каждого человека, потому что это жизненное задание формируется в момент зачатия, исчерпывается на так, когда человек умирает, поэтому человек всегда умирает вовремя. Безвременная смерть это аксюмором, на мой взгляд. Смерть всегда происходит тогда и только тогда, когда это необходимо, поэтому и, так сказать, четвертая стадия рака вовсе не гарантия того, что ты уйдешь на тот свет, и цветущее роскошное здоровье не гарантия того, что ты долго протянешь. И мы видим все время, что как только человек потерял свое жизненное задание, как только он его исчерпал, он неожиданно как-то исчезает, а пока не исчерпал, продолжает жить вопреки всем и любым обстоятельствам. И поэтому то, как именно даже должен быть устроен график жизни. Кому-то все дается вначале и жить быстро, умереть молодым, а нельзя жить быстро и не умереть молодым. До старости ты живешь, если живешь медленно. И в этом смысле чем более извилист твой путь, тем более долг он и будет. Всякое прямое движение достаточно быстро заканчивается, особенно если ты набрал слишком большую скорость. Но я, так сказать, долго думал над тем, что могло бы быть вершиной моей карьеры и все-таки понял, что это как для всякого христианина главное достижение, к которому я могу стремиться только одним способом, способом молитвы, это умереть во сне. Вы знаете, что я думаю, что мы, так сказать, можем вполне закончить. Мы как бы перебросились тремя-четырьмя мыслями по поводу вопросов, так сказать, общих, по поводу как бы такой, которые могут быть интересны не только для нас. Вот. Но у меня я вас очень много слушал, так сказать, не тогда, когда вот были эти выступления, вот эти вот плашки-иконки в этом самом гугле. Погуглил я вас просто и с удовольствием, и, так сказать, поэтому многие вещи для меня как бы знакомы, усвоены, и я не услышал ничего нового по сравнению с тем, что мы говорили не говоря при встрече. Вот. Но мне это было вот интересно, как это было материализовано и воплощено в словаре, бесспорно совершенно. И у меня, вот поскольку я столкнулся с тем, что вы имеете отношение, хоть вы и говорите о вашей скромной роли, так сказать, в истории вот этом коротком отрезке той же Украины, но я думаю, что это не так, но тем не менее, но вы в теме. И вот слушая вас, у меня возникло несколько конкретных, совершенно простеньких, таких будничных вопросов. И я сейчас, если можно, вас, вам бы их задал. Вот я переводил Размика Даваяна о геноциде, так сказать, армян, поэму, реквием. Очень забавно, конечно, что когда была написана эта поэма Размиком, то в Армении, так сказать, его позвали к первенчателю ЦК, позвали писать Совета Министров, всех силовиков и так далее, и сказали, слушайте, и вот слушайте эту поэму. Вот, а я бы её переводил, это вот тоже какое-то убирание информации и ощущений. Вот, и потом я попал к Размику в дом. Ну, естественно, не один раз, это долгие отношения. Но у меня там потряс один эпизод. у него балкон, квартира, балкон, балкон, метров 70 или 100, ну, в моём представлении. Вот, она открыта, и она с видом, из неё виден Арарат. Вот человек, который написал реквием о геноциде, всё время видеть Арарат, я думаю, какой это чудовищный, страшный груз, который, мне кажется, может раздавить сознание человека. Вот, это вот было моё где-то потрясение. И второе, как бы, рифма вот к этому ощущению, которое вот выльется в вопрос к вам, это как вы относитесь, вот, так сказать, вот к мавзолею Аскольда в центре Киева? Какое у вас ощущение? Для меня это вот, когда я туда попал, это ощущение было, этого мавзолея. Как вы относились, живя в Киеве, к могиле в центре и мёртвому, и мифе, захороненном здесь, в Киеве? Он вас трогал, ранил или нет? Или, как вы думаете, окружающих, это ранит или нет? Что касается вида на рарат, мне кажется, что это не должно было раздавить поэта, потому что всё-таки высшее преимущество человека такого типа, я не хочу сказать поэта исключительно, это видеть недосягаемое. Рарат и должен быть недосягаемым. Если он станет недосягаемым, если он окажется на территории Армении, он будет слишком банализирован, да, точно так же, как хорошо жить с видом на море, но не купаться в этом море, а наслаждаться именно динамикой этого вида, как там грозы формируются над этим морем, как спорят с собой всякие тучи, облака, да, и впитывать эту энергетику моря, не погружаясь в него. Поэтому с видом на рат, я думаю, так, аскольдовая могила, мне кажется, не трогала ни менее, ни киевлян, потому что сегодняшняя Украина, она вообще оправдывает себя только через будущее. Всякие элементы прошлого нужны лишь постольку Украине, поскольку с их помощью можно доказать, что Украина не Россия. Вот в этом смысле прошлое украинцам интересно. В остальном же и мне, и, как мне кажется, активной части украинского общества было интересно именно это конструирование нации, создание ее с нуля. Да, конечно, тут какая-то историческая мифология была нужна, но если мы спросим, вот для чего, что написано, какая главная и единственная мысль учебника истории Украины, это Украина не Россия. Нескучайно автор книги с таким названием был единственным, кому удалось дважды избраться президентом Украины в постсоветский период, это Леонид Кучма. Поэтому эта Аскольдова могила важна именно под вашим углом зрения на это на все. А я, поскольку смотрел на это как опыт конструирования политической нации на моих глазах, и сейчас я много читал о том, как это делается, но здесь у меня была возможность прямо на это посмотреть в режиме онлайн, то, так сказать, эти символы не столь важны. Ну, вы знаете, это просто еще одна отдельная передача, я думаю, что лучше ее оставить, так сказать, на потом, потому что касается, так сказать, формирования и русской нации, это вот какой-то такой дубль был повторен в сюжете Америки. Что такое русская нация? В принципе, это территория, не имеющая системы, не имеющая государственного устройства, на которое собирались люди определенного устройства психики. это люди, так сказать, бунтари, это люди, так сказать, несмиренные, это люди все время живущие в состоянии войны, борьбы с окружающим миром. Север, юг, восток и запад противников или жертв вер исторических событий выдавливал из своих систем и структур на свободную территорию. Довольно дикую, довольно страшную. Да, именно поэтому, кстати, русское цивилизационное ожидание целом маргинально. она состояла не из нации, народа и прочее, она состояла вот из этих выдавленных, сбежавших, и поэтому вот эта модель была повторена во времена раскола. Дело не в том, что это триглавая лилуя или не триглавая лилуя, так сказать, это не имело никакого значения, потому что там и конфликта-то почти не было в расколе, но снялись и побежали на север, на восток, в глухие места совершенно такие, не пробукно глухие места, вот, забирали с собой иконы, мифологию, какая география, какие земли, важно было сохранить вот этот дух протеста и непокорности, и одна из таких моделей и была казацкая вольница, так сказать, выдавленная, состоявшаяся там, но только ещё более бунтующая, ещё более, так сказать, такая, ещё более непокорная и так далее, здесь уже, а на ту территорию, где собрались вот эти вот, даже факт тот, что на этой территории русского пространства существует несколько типов захоронения, а не тысячелетние традиции, трупосожжение раз, трупозахоронение, поза эмбриона три, и ещё несколько вариантов, так сказать, типология, типологичных, так сказать, для этой земли, это говорит о том, что это всё-таки вот произошло, как в Америку бежали, там тоже, в общем, бежали люди и непокорные, и полупреступники, и тоже маргиналы, и здесь только немножко пораньше где-то произошло, а потом возникла какая-то структура, система, но как только система возникла, то те же люди, вот они занимали какие-то эти пространства, и они заняли естественные пространства, вот так сказать, нынешней Украины, поэтому формирование Украины, мне кажется, всё-таки вот напоминает этапы формирования русского пространства, то есть начало побег от всех систем и структур, выход из империи и так далее, так сказать, а потом формирование собственной системы собственного пространства, и вот вы участвовали в этом формировании этого пространства? В какой-то степени небольшой, но участвовал, видел своими глазами, и вот давний спор о том, что такое Украина, что это означает страна или окраина, представляется мне абсолютно бессмысленно, потому что это одно и то же. Страна и есть окраина, окраина империи, то, что отделяется от империи. Мы, простите, окраина цивилизованная. Да, вся эта евразийская Хартлин, безусловно, именно на этом построена маргинальность, поэтому страна и окраина в сути практически синонимы, именно так этот спор может быть прекращен. И теперь, мне кажется, теперь отделиться от империи должны русские. Такой шанс нам представился с сохранением значительной части имперской территории в начале 90-х, на рубеже 80-х, 90-х. Мы этим шансом не воспользовались. Не воспользовались мы потому, что мы не прошли через покаяние и не захотели проповедовать христианство, потому что Россия никогда не была христианской страной, и религия коммунизма, ленинизма, она легла на языческую, скорее, почву, и, так сказать, на систему языческих архетипов, скорее, чем христианских, которые были очень слабы. И поскольку мы отказались признать себя христианами, покаяться за собственные грехи, особенно за тоталитарный период нашей истории, за коммунизм, за следование, за поклонение этому тельцу, пусть не золотому, а какому-то другому, но коммунизму, и поскольку мы опять обнаружили жуткую зависимость от территории, которая, скорее, наша обуза, наше обременение, чем благо, то, так сказать, не получилось. Эти 30 лет прошли впустую. Поэтому сейчас как раз освобождение от империи, это и есть проект метавселенной русской, которым я начал заниматься, это об этом, что нужно сначала ментально выйти из состава империи, перейти в метавселенную, ощутить, что действительно географическое расположение совершенно неважно. Да, у тебя могут быть какие-то юридические или финансовые или прочие проблемы, но их как раз с помощью механизма метавселенной легко решить. Для этого она и создается. Тут ведь проблема русского человека, особенно акцентированная этими последними 30 годами, это атомизация, что русские страшно не любят друг друга и считают, что успеха добиться можно только в одиночку, поэтому русские, в отличие от, так сказать, от кого, там, армян, те же, они не формируют диаспоры. Вообще любое появление, вот даже сейчас в Израиле, те русские, которые давно уже ощутили себя израильтянами, они страшно настороженно относятся к прибытию новых десятков и сотен тысяч русских, а вдруг что-нибудь случится, покусятся на какие-нибудь наши места, возможности и так далее. То есть, в русских нет солидарности. Разбудить одна, как не смешно, одна из задач проекта метавселенной эту солидарность разбудить, показав, что коллективное спасение в данном случае более актуально, чем индивидуально. Да, можно стремиться к индивидуальной ассимиляции, но это получится очень не у многих. Опять же, это получится у людей фронтира. И они, собственно, для того и существуют, чтобы показать, что Господь может наделить человека любым жизненным заданием и таким, и сяким. Но всё равно это не противоречит тому, что человечество состоит из цивилизации, и внутри этих цивилизаций нетождественных государств. Вот сейчас мы живём в период растождествления этих понятий, что есть цивилизация, и она может вообще не предполагать наличие физического иерархического государства, а может предполагать наличие многих государств. То есть, цивилизационные границы, они всегда уточняются, но они есть. И в первую очередь, если бы сейчас вот здесь в этих креслах сидели два китайца и обсуждали бы те же вопросы, разговор был бы совершенно другим, независимо от образования этих китайцев, уровня постижениями тех или иных проблем на уровне современных технологий. Ну, что, ещё, собственно, вы касаетесь буквально, так сказать, по окружности каких-то новых тем и проблем. Я думаю, что вот манифестом, который вы сейчас произнесли, можно вполне нашу беседу первую, первую, так сказать, закончить, да, можно будет вернуться к множеству уже названных, так сказать, вещей, и я готов участвовать в вашем совершенно замечательном проекте, но я думаю, что моя роль здесь или, так сказать, моя должность не будет превышать, конечно, роль должности дворника или, так сказать... Дворник – это важный полицейский чин в России. Нет, нет, ни в коем случае нет. Это, так сказать... Можно предложить новый церковь придворник. Придворник. Человек, который порядочный придворник. Да, да, ну, вот, так сказать, да-да, в должности или в занятии или в месле придворника, я думаю, что мы с вами закончим нашу, так сказать, я думаю, что еще долгие беседы, потому что мне больше говорить не с кем, к сожалению. Вообще поговорить не с кем – это важнейший мотив не только людей, но и огромных исторических событий, даже тех, которые мне приходилось наблюдать на собственном веку. Огромное спасибо, я думаю, что мы продолжим эти беседы в самом близком будущем. Ура! Спасибо, Леонид Александрович. Да, А то, вы знаете, честно говоря, вот я не знаю, что я сегодня сказал, но я где-то по дороге посеял словарь, умение общаться, говорить, и вообще, как бы, так сказать, не говоря уже омыслить, хотя бы просто думать, потому что нет никакой нужды. я просто бессмысленно, хорошо, счастливо, глубоко и почти продуктивно живу. Настоящее счастье всегда бессмысленно. Спасибо большое. Счастливо всем. Спасибо. 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 Спасибо.